всем привет дорогие друзья это наконец-таки рубрика за оценим давно мной обещанное я вам обещал рассказать про керамические сковородки я вам расскажу значит у меня есть у меня есть вот три керамические сковородки значит одна большая вторая поменьше и еще одна блинная керамическая сковородка ну что во первых надо сразу обратить ваше внимание что сковородка она конечно же не керамическая она металлическая керамическое всего лишь покрытие соответственно от того какой толщины это покрытие зависит долговечность и качество антипригарных свойств керамической сковородки значит сразу скажу что иллюзия на тему того что керамическое керамической сковороде ничего не прилипает она иллюзия такого нет керамической сковороде все точно также прилипает как к любой другой к алюминиевой или с тефлоновым покрытием действительно в первое время в первое там 20 готовок керамической сковороде не прилипает практически ничего и на ней можно готовить без масла но потом со временем керамическое покрытие теряет свои свойства и сковорода превращается в обычную более того я вам скажу что в керамической сковороде вот это покрытие она не вечная она очень ну не очень но достаточно быстро царапается и может еще отколоться отколоться то есть если вы сковороду уроните также как керамический нож может в дребезги разбиться также и часть покрытия может расколоться я вам покажу поближе вот у меня на этой сковороде ей уже год на ней уже есть микро царапины ну может быть это связано с тем что я готовил не совсем нежно с ней обращался может быть это еще с чем-то связано ну сковородка потеряла свой внешний вид да если она изначально была шикарно белого цвета то сейчас она шикарно бело-желтый коричневого цвета стала покажу поближе наверное на камере от не очень видно но тем не менее то что она светло это конечно позитивно готовить в ней ну приятно и чисто визуально приятно не готовить теперь что я хочу сказать единственная сковородка которая доволен на сто процентов керамической это вот такая блинная сковородка от фирмы биол до биол фирма кажется украинская на украине делают эти сковородки вот она офигительная действительно если ее хорошенько проколить и смазать маслом то можно там вот такую стопку блинов приготовить и совершенно не нужно будет еще масло подливать в этом огромный ее плюс плюс еще что она очень ну тяжеленько просто сама по себе сковородка хорошая она тяжеленькая такая и на ней очень но она сильно впитывает блин как сказать температуру короче говоря она нагревается и долго держит температуру горячую соответственно когда вы ее отрываете от конфорки начинаете лить блинчик на нее да вот так вот она не остывает и блинчик готовится мощно вот короче говоря теперь по поводу того если сравнить вот у меня есть сковородка с тефлоновым покрытием и сковородка с керамическим покрытием честно говоря честно говоря несмотря на то что говорят что тефлоном вреден тефлон выделяет какие-то там канцерогены вредные да я насколько слышал что даже пару лет уже фирма которая вообще тефлон изобрела фирма дюпон дюпонт дюпонт они уже вроде бы отказались от производства тефлона но основная мотивация там отказа от тефлона была в том что их задолбали просто исками там четко безумное количество денег они отдали ну в америке принято судиться по всякой фигне но они в общем заколебали судиться и перестали вроде бы как делать ну практически перестали использовать тефлон я не знаю я не могу судить насчет вот химических там реакции до которые в тефлоне происходит но с точки зрения антипригарных свойств тефлон лучше тефлон лучше то есть вот если взять новую сковородку керамическую и тефлоновую то тефлоновая сковорода конечно же намного менее пригарное чем керамическая вот но тефлон также как и керамика теряет свои свойства со временем то есть образуются царапины у меня на этой сковородке тоже есть царапины надо в общем также как и зубные щетки друзья вот их надо менять там раз в два месяца хотя бы да точно также надо менять сковородки то есть сковорода она не может вечно жить вечно могут жить только чугунные сковородки вот но там антипригарные свойства нулевые но тем не менее зато экология вообще на высоте вот лично мое мнение лично мое мнение что керамика это так же как знаете когда идет эпидемия гриппа да у нас начинает везде говорить что надо там надо срочно бежать в аптеку покупать орбидол да это чистое лобби на самом деле то есть я думаю что даже канцерогенные в тефлоне вот мое мнение вот эти они найдены производителями керамических сковородок если честно ну может быть это и не так вот поэтому такой ажиотаж по керамическим изделиям он ничем не оправдан если честно я считаю что хороши сковороды как керамические также и тифло и тефлоновые все зависит от того как вы ими пользуетесь если вы будете аккуратно и бережно относиться к любой сковородке она у вас будет служить долго вот хотя вот у меня еще какой критерий есть да что на самом деле не керамика не тефлон не являются фаворитами на кухне так что смотришь например какие-нибудь там ну кухню до профессиональную в какой-нибудь ресторане как там устроено все там вообще нету ни керамики не тефлона они готовят там я могу ошибаться но кажется на в алюминиевой посуде и все замечательно у них там работает все зависит от рук да если вы готовите мясо и оставили его надолго она там все въелась в эту сковородку то естественно его будет сложно отшкрябать и придется шкрябать это все какими-то абразивными там материалами его испортите в итоге покрытие вот поэтому если честно я стал рекомендовать покупать керамические сковородки пожалуй это не панацея это не панацея от плохих кулинаров вы можете общем купить как керамическую так тефлоновую также можете купить и чугунную вам все равно на любой сковородке придется пользоваться маслом я вас уверяю чудес чудес не бывает вот поэтому у меня такой очень простой простой вот обзорчик я вам рассказал свои ощущения я безусловно я безусловно допользуюсь этой сковородой до когда она у меня совсем уже убьется я ее выкину скорее всего вот также и эту сковородку я скоро поменяю хороший кстати файлевская сковородка в общем я доволен я вам предлагаю так давайте чтобы я не был голословным вот у меня есть два яйца одно и второе я сейчас их разобью в нагретые сковородки и пожару пожарю яичницу на той и другой сковороде и посмотрим от какой сковородки яйцо быстрее отойдет вот смотрите на керамической сковородке уже в принципе процесс подошел к лансу на тефлоне немножко еще жарится поэтому попробуем с керамической давайте все не да но лишь кряпалась капитально не сняли мы все-таки мы сняли но конечно же как вы видите вот осталась вот эта фигня не работает уже антипригарные свойства керамики так теперь давайте тефлон в тефлон вот а разницы нету так о друзья смотрите вот она чертова иллюзия то керамики стефона все сошкрябалась надо же сам не ожидал опа вообще ничего не осталось я впечатлен сам если честно обалдеть в общем можно сделать вывод что в плане антипригарных свойств тефлон тефлон лучше до сковородки на самом деле мне одинаковый возраст имеют даже тефлоновые немножко больше по моему я готовил вот короче говоря тефлон лучше ура с вами была рубрика заценим дорогие друзья вот такая вот такой коротенький обзор керамических сковородок в сравнении с тефлоновыми я надеюсь вам понравилось я вам буду периодически делать такие ролики по поводу всяких куш кухонных гаджетов высказывать свое мнение в общем вы ставьте пальцы вверх безусловно комментируйте это видео не забывайте добавляться в группу вконтакте конечно же подписывайтесь на канал все пока